Вот уже четверть века в Щелковском районе функционирует общество помощи слепым гражданам. В нем состоят люди с общей проблемой, готовые не только общаться, но и поддерживать друг друга. Итак, мы работаем 25 лет. Начинали, как говорится, с одной комнаты. Сейчас у нас хорошо оборудованы комнаты две. Есть интернет, есть телефон, два компьютера. То есть начинаем мы потихоньку, как говорится, на современном уровне жить. Впервые у нас была программа учета инвалидов, нам разработали друзья. Еще не было и в области, а у нас уже была. В организации 13 групп, это 227 человек. Здесь проходят плановые мероприятия, созданы тематические кружки. Контроль, эрудит и задоринка. Периодически проводится инструктаж родственников. Конечно, тех, у кого они есть. В праздничный день членов общества пришли поздравить заместитель главы администрации Щелковского района и заместитель председателя районного совета депутатов. Они преподнесли небольшие подарки и цветы. А после обсудили реализацию программы «Доступная среда», которая направлена на помощь слепым людям для того, чтобы жизнь их была максимально комфортной. На сегодняшний день я уже говорил, что практически 100% учреждений социальной сферы адаптированы для людей с ограниченным зрением. Но существует проблемный вопрос – это то, что сами инвалиды по зрению в большей его части не умеют пользоваться шрифтом Брайля, который расположен на всех навигационных табличках в учреждениях социальной сферы. И мы уже этот вопрос обсуждали с Министерством социального развития Московской области. Я вот представитель законодательной власти Щелковского муниципального района. Хочу сказать, что мы готовы в рамках наших полномочий действительно идти вам навстречу. Пожалуйста, обращайтесь к нам с предложением. Если действительно это будет нашей компетенцией, и мы сможем, как бы еще раз повторяюсь, нашей компетенцией, мы всегда поможем вам. Безусловно, самое главное – это улучшение качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Но также нужно помнить, что пожилым людям прежде всего необходимо живое общение. Мы заботимся друг о друге. Если что-то надо, то по телефону позвоним и оказываем ту или другую помощь. Очень приятно, когда мы собираемся все. Вот на 23 февраля, на 8 марта поздравляем друг друга. Мы не находимся в уединении. Мы друг о друге заботимся. А общество слепых у нас как родной дом. Можно сказать, что юбилей общества слепых Щелковского района прошел в теплой и по-настоящему дружеской атмосфере. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково»